Всем привет, с вами Прео. Сегодня поговорим немножко о старом контенте, а именно об одном очень интересном боссе, который находится в храме анкеража. Имя ему не чисто Тон. Довольно-таки интересный босс, и просто так его не убить. Потребуется немножко изловчиться, а именно нам потребуется любой фрост дэмэдж. Повезло в этом плане тем, у кого специализация связана со льдом. Например, маг какой-нибудь, рыцарь смерти. То есть у них всё классно. Они просто делают смену в эту специализацию, бьют этого босса и лутают с него всё, что хотят. Ну, например, питомцы. Питомец такой хорошенький, он ценится на аукционе. Другим же классам приходится делать тотальную подготовку. Либо приходится покупать какие-то пушечки, крафтить их, либо приходится просто-напросто делать какую-нибудь игрушечку. Рассмотрим оба эти варианта. Начнём с игрушек. Есть две игрушки, которые помогают убить этого босса. Первая игрушка — это эндотермический бластер. То есть мы его юзаем, и у нас появляется экстрабатон, центральная кнопка. Мы её нажимаем, стоим в этот момент в нечистотоне в этом боссе, и он потихонечку замедляется. Статус его замедления, статус его заморозки можно отслеживать в чатике по специальным эмоциям. Оранжевый текст. Вот. Также есть вторая игрушка, довольно-таки интересная. Надо её будет как-нибудь сделать. Это гейзерное ружьё Шадапан. Принцип такой же, как и у этого бластера. С игрушками разобрались. Теперь давайте перейдём к пушечкам. Собственно, что у нас есть интересного из расходников, что нам может помочь? Масло льда. Его крафтят алхимики, и на какое-то время мы можем пуляться фрост болтами в тот момент, когда атакуем своими способностями. Это довольно-таки интересно, но это затратно, и масло — это расходуемый итом. То есть, приходится выкладывать голдишку, либо реагентики. Не самый лучший вариант. Есть интересная пушечка, которой я пользуюсь на варе. Это кромка зимы. То есть, вот она на её крафт. Сейчас открою. Остальные слитки, масло льда, вода, воздух, кожа. Возможный эффект при попадании. Наносят 4 единицы урона от магии льда. А этого хватает более чем. Дальше. Что мы можем ещё рассмотреть интересненького? Мы можем рассмотреть интересную пушечку. Интересный пинжальчик, который дропается с Амнинара. Он тоже пуляется фрост болтами, фрост стрелами, ледяными стрелами. Также имеется различное брунхельдарское оружие. Покупается оно у военного кузнеца Секфинны. Что у нас тут есть? У нас есть топорик двуручный, у нас есть гарпун двуручный, древковый, и у нас есть лук. Дальний бой. Этого фрост дэмэджа тоже хватит с целью того, чтобы заморозить нечистотона. Находится этот кузнец в грозовой гряде, в деревне Брунхельдар. Ну, вроде бы мы разобрались с подготовкой. Теперь я покажу вам просто-напросто две ситуации, при которых нечистотон был убит. Первая ситуация — это вырезка со стрима. Я сейчас занимаюсь всякими этими старыми рейдами и активно фармлю трансмоги, всякие другие интересные вещицы. И вот нечистотон был убит. Собственно, на следующем клипе, на следующем моменте вы всё увидите. Момент этот длится минутки три. Ну и дальше в виде бонуса в самом конце видосика я предложу вам клип в виде убийства за ДК. За ДК вообще всё очень просто. Жмёшь просто всё, что светится, и босс умирает. Ну, к тому же там я чатик вывел с целью того, чтобы вы отслеживали абсолютно все эмоции. Так что, как-то так. Если что-то непонятно, можете задать вопросик в комментариях. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, моете руки. И желаю вам приятного просмотра в следующих моментах. Я просто frost damage зафиксейчу. Можете чекать. Нет, дед, ты что? Я буду питомцев собирать. Знаешь, каждый должен заниматься тем, что умеет. Вот. Рейдеры должны рейдить. Кто любит собирать питомцев, должны собирать питомцев. Ну, а я буду собирать питомцев. Всё верно. Что он не замерзает. Мне ещё ни одного оповещения в чате даже не показало. Обычно при 2к frost damage он уже был во втором состоянии. Странно всё это. Кто-то порчу на стриме навёл, я так чувствую. Так, а чё его фиксить? У него механика должен сделать ему frost damage, чтобы он начал замедляться, там замерзать. Вот, кстати, он начал немножко замерзать. Ну окей, первое состояние пропнуло, допустим. Но что-то долго слишком. Мне это не нравится. О! Второй пропнул эмоушн. Ну, типа, чекайте рекордная победа 5 секунд. А он у меня ещё во втором состоянии, на нём даже оковы не висят. Оковы — это лостовое состояние. Ну, били-били, увидели сообщение в чате, то, что он там это замедляется, замораживается, да и всё. С этого делали какие-то выводы. О! Неужто оковы появились? Ну и всё, сейчас в этот момент нужно просто побольше мили атак всяких сделать. Вроде, как я правильно понимаю. Ну, типа, активно жмём ротацию. О, наручники. О! Капля! Чётко. Ну, если чё, капля 10к на ауке стоит. Теперь задумайтесь о том, то, что стоит ли убивать его. Или нет? О! 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 О!